Наш курс называется правовое регулирование рынка ценных бумаг поэтому логично остановиться на таком вопросе как законодательство о рынке ценных бумаг надо сказать что нормативная база о рынке ценных бумаг тесно связано и в большей степени даже не тесно связано а опирается на другие виды законодательства на гражданское законодательство банкротное законодательство корпоративное налоговое и так далее и надо сказать что подчас проблемы которые возникают на рынке ценных бумаг вызваны не столько дефектами в нормативных актах о рынке ценных бумаг сколько нестыковками и недоработками в базовых законах поэтому при изучении законодательства рынке ценных бумаг мы с вами постоянно будем обращаться или к корпоративным законам или гражданскому кодексу к закону банкротства банкротстве и так далее остановимся непосредственно на нормативной базе которая регулирует рынок ценных бумаг прежде всего есть несколько законов которые составляют так называемые ядро законов это закон о рынке ценных бумаг это закон о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг и закон о мега регуляторе закон о центральном банке российской федерации в нем описаны полномочия центрального банка как регулятора на рынке ценных бумаг кроме того есть довольно большое количество законов которые регулируют или профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг или деятельность непосредственно с ним связаны как например деятельность центрального депозитария деятельность инвестиционных фондов так и конкретные виды ценных бумаг например закладные от зарегулированы в законе об ипотеке а инвестиционные пои паевых инвестиционных фондов в законе об инвестиционных фондах кроме того есть закона об потечных ценных бумагах которые также вводит два вида ценных бумаг но для Для деятельности на рынке ценных бумаг огромное значение имеют не столько законы, сколько нормативные акты регуляторов. В настоящий момент мегарегулятором является Банк России, и он издает большое количество нормативных актов в этой области, которые меняют ранее устоявшиеся правила. А кроме того, действует еще ряд нормативных актов предшественников Банка России в этой функции. Это Федеральная служба по финансовым рынкам и Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. И надо сказать, что игнорирование этих норм может привести к применению ответственности за нарушение действующего законодательства. Субтитры создавал DimaTorzok